Добрый вечер, наши любимые долгожданные зрители! Сегодня я хочу немного рассказать о том, чем мы занимаемся, пока в Петербурге нельзя проводить спектакли. Наш театр на Васильевском проводит гастроли в Ленинградской области, в так называемой «зелёной зоне», где в период пандемии разрешены культурные мероприятия. И одним из таких районов является Лужский. Неделю назад здесь завершились гастроли нашего театра с детскими спектаклями. Они проходили в посёлках Серебрянский, Оредиш, Приозерный и в деревне Заклиния. Мы показали спектакли «Каша из топора» и «Царевна Неспияна», который поставил замечательный режиссёр, заслуженный артист Вадим Романов. А ещё мы провели там мастер-классы для детей, на которых рассказывали о театре и познакомили наших маленьких зрителей с профессией артиста. Я хочу поблагодарить всех тех зрителей, которые пришли на наши спектакли. Вернуться на сцену к зрителю – для нас огромное счастье. И именно о Лужском районе пойдёт речь в сегодняшнем выпуске. Издавна эти места привлекали внимание творческих людей. Например, с первой половины XIX века здесь жил и работал петербургский писатель Александр Васильевич Дружинин. Его имение располагалось в селе Маринское. В своих заметках о садоводстве в петербургской губернии Дружинин с восхищением и любовью рассказывал о своей маленькой родине. Чисто русская красота местности поразила меня так, как ещё никогда не поражала. Я понял, какой нерушимой связью привязан я к своему углу, к своей родной земле, к месту, где свершилось моё развитие. Гостили у Дружинина Некрасов с Тургеневым. В 1854 году Николай Алексеевич Некрасов даже посвятил стихотворению этой поездке. В нём он с теплотой отзывался о хлебосольном хозяине. Весьма радушно принимаешь ты безалаберных друзей И ни на миг не оставляешь ты аккуратности своей. В числе различных угощений ты нам охоту снарядил среди наследственных владений. Неподалёку отсюда, в имении Затишья, жил летом в 1888 году Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Будучи уже в почтенном возрасте, писатель работал здесь над своим последним романом «Пашихонская старина». Так называемую «Красную дачу» на реке Быстрицы снимал на лето композитор Римский Корсаков. Здесь он работал над операми «Млада», «Псковитянка» и писал книгу о творчестве Рихарда Вагнера. Приезжали в Лужский район и знаменитые художники. С 1870-х годов сюда наведывался Шишкин, Крамской, Савицкий. Они останавливались в деревне Ильжо, а позже в Томмачёво. Каждый день Иван Иванович писал этюды с натуры. Здесь он создаёт полотна «Лесная глушь», «Корабельная роща», «Мельница в лесу» и многие-многие другие пейзажи, которые сейчас хранятся в крупнейших музеях России. А Иван Николаевич Крамской работает здесь над картиной «Христос в пустыне», одним из самых известных и ёмких произведений русской живописи. 20 век. 20 век подарил ещё больше известных фамилий, связанных с слугой. В 1902 году в деревне Заклиния снимает дачу семья поэтов Дмитрий Мережковский и его жена Зинаида Гиппиус. Осенью у них гостит Александр Блок. В своих письмах и мемуарах поэты вспоминали об этой встрече и о лужской золотой осени. Гиппиус писала, «Дни стояли после дождливого лета, ярко-хрустальные, очень холодные. Мы бродили по перелеску, кругом жёлтое золото. Аллость сентябрьская, ручей журчит во мхах». Не все об этом знают, но писатель Михаил Михайлович Пришвин по профессии был агрономом. В 1905 году он приезжает работать на станцию Заполье. Пришвин, много раз воспевавший в своих произведениях русскую природу, знал о ней не понаслышке. Он её изучал. Работав агрономом, он написал свою первую книгу под названием «Картофель в полевой и огородной культуре». Наконец, Лужский район – это родина народной артистки Нины Ургант. Вы, конечно же, помните её по фильмам «Белорусский вокзал», «Сыновья уходят в бой» и многие-многие другие картины. А ещё она служила в Петербургском театре в Ленкоме. Это нынче, теперь это Балтийский дом. И ещё в Александрийском театре. А её биография начинается именно в городе Луба. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok